Всем привет, друзья! Вы на канале LifeEast. С вами Матвей. И сегодня мы разберем три основных секрета плавания кролем. Первый секрет это положение тела и положение головы. Как находится ваше тело зависит от скорости. Сейчас я вам это покажу. Даже если вы посмотрите видео мировых пловцов и финальные заплывы, то вы увидите, что не все пловцы соблюдают положение тела на кроле. Положение тела, что это такое? Это когда голова, плечи, таз, бедра, ноги на одном уровне, на одной линии. И если ты будешь держаться ровно, вот голова, туловище, бедра, ноги. Если будешь держаться на одной линии, то будет минимальное сопротивление, и ты будешь как можно быстрее плыть. Вот, посмотрите. И еще важно, чтобы не тонули ноги. Сейчас я вам это покажу. Как я вам уже сказала, части тела, так плывет быстрее, так плывет с тормозами. Видите? Тормозит. Потому что очень большое, даже вот так тормозит, большое сопротивление. Вот так и вот так. Даже с ветром можно почувствовать это сопротивление. Возьмем, например, пример с машинами. Есть грузовик, который огромный, и у него очень большое сопротивление, поэтому он не может быстро ехать. Возьмем Феррари или Ламборгини, любую другую, любой другой спорткар. Феррари едет очень быстро, потому что она плоская, у нее специально есть отверстие, и она, ее делают как можно минимум сопротивления, чтобы она была с ветром, минимум сопротивления и ехала очень быстро. А грузовик едет очень медленно, потому что он едет, как мы плывем, вот так, а Феррари вот так. И сейчас я вам это покажу. Вот примерно так должно выглядеть ваше положение тела в воде. Еще это нужно тренировать, такое горизонтальное положение тела, но еще это нужно чувствовать. Например, я совсем недавно почувствовал, что я реально плыву по горизонтальному положению тела, совсем недавно. Раньше я вот много лет плавал и никогда не ощущал этого положения. Иногда я ощущал это положение, и это было совсем недавно, когда я начал это ощущать. Но чаще всего это ощущается после соревнований. Второй секрет плавания это грибок и высокий локоть на грибке. Такое положение тела, которое я вам только что показал, не получится без высокого локтя. Высокий локоть должен выглядеть вот так. Когда вы делаете захват, локоть смотрит наверх, а не проваливаете руку вниз. Тоже совсем недавно почувствовал, когда у меня высотный локоть, и когда я не проваливаю руку. Опять же, все, вся техника плавания и всю технику плавания нужно чувствовать. Когда вы делаете, когда вы лежите и тянетесь, ваша ладонь смотрит вниз, это понятно. Но когда вы делаете в грибок, она ни в коем случае не должна смотреть в любые другие стороны, кроме стороны назад. Всегда она должна смотреть назад. Если вы хотите дать импульс вперед, то ваша ладонь смотрит назад. Видите? У меня ладони смотрят назад, когда я делаю грибок вперед. И ваши пальцы смотрят вниз. И вперед, когда мы тянемся. Сейчас я вам это покажу. Итак, мы узнали, что быстрое плавание кролем зависит от положения тела. Первое. Второе. Код правильного захвата и правильного грибка. Но правильный грибок не может быть без правильного окончания. И теперь третий секрет плавания. Окончание грибка. Окончание грибка это выпрямление руки после самого грибка. Окончание грибка нужно тренировать особенно на скорости. Ведь если вы увидите чемпионат мира, некоторые спортсмены не выпрямляют руку на скорости. Они начинают чистить. Чистить это как? Увеличивают количество грибков. То есть можно тянуться, то есть максимальная амплитуда. А можно максимальную чистоту включать. Это вот так. И на такой скорости очень тяжело сконцентрироваться и еще просмотреть свое окончание грибка. Поэтому у многих плавцов, многие плавцы на чемпионатах мира даже не выпрямляют до конца руку. И сейчас я вам это покажу. Вот такое окончание у вас должно быть на кроле. Теперь я вам показал три основных секрета плавания. Тренируйтесь, улучшайтесь, выигрывайте. А я пойду поплаваю. А, кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте сильны.